Привет, друзья! Эксперимент по просьбе подписчика. Что будет, если Землю увеличить до размера Юпитера? Что станет Солнечной системой с Луной, которая находится неподалеку от Земли? Ну, вообще, посмотрим на весь процесс этого удивительного эксперимента. Начнем эксперимент. Вот наша Земля. Обычная, да, Земля. Ничего тут у нас, но 6371 километров в радиусе. Теперь он будет почти 70 тысяч километров в копию. Юпитера сделаем. Изменится ли вообще Земля? Поменяет ли внешний вид Земля? В общем, вопрос. Может, и ничего не поменяется, все останется. Прежде чем начать, не забудьте поставить лайк, поставить все уведомления, чтобы не пропускать интересные ролики. Тут воплощаются самые невероятные, просто масштабные эксперименты в разных характерах. Просто удивительные и фантастические. Погнали, короче, к ролику. Я сейчас вот так делаю. 69,911 километров. Вау! Сразу прям масштабно у нас. Просто выросла Земля. Пожалуйста, размеры на экране. Вот у нас масса, конечно, стала Юпитера. Четырех Юпитеров при таком же размере. Ну, учитывая состав Земли, тут, понятно, масса увеличилась просто значительнее. Там газовый гигант, а у нас тут уже присутствует много чего. Нормально и ужасно. Земля сразу заледенела. Я не успел даже симуляцию раскрутить. Разматываем нашего гиганта. Невероятно. О, ну все. Луну понятно. Начинает притягивать. Тут и к бабке не ходи. Вот наша Луна уже шарахнула просто по Земле. Жизни уже нету, понятно. Как говорится, врезалась Луна. Вау, вау. Ну все, Земля раскалилась. Начинается. Почти 3000 градусов было по Цельсию. Начинается быстро. Не хотел я так быстро. Ну, что поделаешь. Что у нас будет тут еще дальше? Притянет ли Земля еще какие-нибудь объекты? Да, воронка тут, конечно, осталась. Ну, сейчас Земля со временем, вот, пожалуйста, восстанавливается. Втянула Луну, конечно. Я не знаю, конечно, втянет ли она Венеру с Меркурием. Может и Марс со временем. Может и ничего не произойдет. У меня жизнь у нас, кстати, есть. Вот, пожалуйста. Но тут есть погрешности симуляции, что тут иногда непонятно. Что есть, что нету. Иногда такое происходит на Земле, что удивляешься. Происхождение кого-то все светит, все нормально. Вес там может затянется к нам. Нет. Нет. Меркурий, наверное, навряд ли что-то повлияет на Меркурию. Глобально я прям изменений никаких не вижу. Меркурий слишком, можно сказать, да, гигант. Ну, магнитное поле, кстати, у Земли какое. Ну, прям, я бы не сказал, что прям гигантское. Я кое-что сделаю с хитрю, чтобы интереснее было уже заканчивать, можно сказать, концовочку ролика. Увеличу просто Землю еще в разы. Так, я думаю, наверное, будет интересно не только мне, и вам, тем более, вам в первую очередь, что увидеть какой-то результат тут. А что тут вообще безрезультатно? Ну, что мы сделаем? Давайте в два раза примерно 140 тысяч. Главное, чтобы звездой она не стала. А это может случиться. Вау. Вау. 140 тысяч многовато, наверное. Ну, 100 тысяч, наверное, вот такая прям будет у нас. Рьяная такая, без континентов, наверное. 100 тысяч, посмотрим, что 100 тысяч сделает у нас в радиусе. Я сейчас все быстро размотаю, посмотрю. Чтобы долго вам не смотреть это. Особо у нас сейчас ничего не происходит. Проматывал я время, возвращал тут. Вкратце, можно Землю еще, наверное, увеличить. Не влияет почему-то. Может, в этой симуляции, может, в реальности бы тоже не влияло. 120. Уже газовый гигант. Ну, тут да, у нас вариантов нету, как сделать газовый просто гигант. Ну, если сделать газовый гигант, наверное, я сделаю 200. О, все, сразу звездой стал. Слишком большой радиус. И при таком огромном радиусе происходит взаимодействие таких частиц, что объект уже становится звездой, как Юпитеру. Не хватило немного до звезды, можно сказать. Ну, как немного. Половина еще с небольшим массом, радиусом, чтобы стать звездой. Вот такой у нас вышел эксперимент. Но, честно, я уже пробовал тут, делал. Ничего глобального не происходит, если примерно хотя бы до газового предела гиганта. Ничего не происходит. Ничего не происходит в этой симуляции. Так что, спасибо за идею подписчику. Воплотил ее. Уже вам судить, как получилось. Спасибо всем за просмотр. Увидимся уже скоро. Всем здоровья. Всем удачи. Давайте, ребят, пока.